здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня свяжем повязку спицами очень интересным и простым узором раппорт узора всего 15 петель плюс 2 кромочные высоту узор 8 рядов часть повязки я решила связать резинкой один на один эта часть будет расположена сзади покажу как вязала для тех кто может быть не знает 1 кромочную снимаю потом чередую изнаночную и лицевую петлю изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так продолжаю до конца ряда кромочную провяжу изнаночной готов первый ряд это был лицевой ряд изнаночные ряды в резинке вязала немножко по-другому кромочную снимаю в этом ряду лицевые провязываем лицевой а вместо изнаночной петли снимаем нить перед работой и так будем чередовать до конца ряда снимаем петлю нить перед работой лицевая снимаем петлю нить перед работой лицевая и так далее до конца ряда после резинки перехожу к узору узор напомню состоит из восьми рядов я уже часть повязки провязала сейчас покажу вам узор с первого по восьмой ряд все очень просто вот такой узор у нас должен получиться с изнанки это вот так выглядит первый ряд узора кромочную снимаю лицевая петля далее провяжу 5 изнаночных 1 2 3 4 5 провязали далее из трех петель нам надо сделать 9 сначала вытягиваем петлю как при вязании изнаночной петли делаем накид далее вытягиваем еще одну петлю у нас уже три петли нам надо таким образом поднять 9 петель всего то есть из трех петель мы делаем 9 мы подняли 9 петель далее провяжем 5 изнаночных 2 3 4 5 лицевая петля и изнаночная кромочная поворачиваем вязание и приступим ко второму ряду 2 и все четные ряды у нас вяжутся по рисунку то есть снимаем первую кромочную все изнаночные будем вязать изнаночными петлями лицевые лицевыми те 9 петель которые мы поднимали в предыдущем ряду провяжем изнаночными 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 петля провязали далее у нас по рисунку 5 лицевых то есть над лицевыми вяжем лицевые петли провязали по рисунку идет изнаночная петля и и вяжем изнаночной и кромочную провяжем изнаночной 2 ряд готов поворачиваем вязание переходим к третьему ряду кромочную снимаю лицевая петля далее 4 изнаночных 1 2 3 4 провязали далее про вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку провязали провязали далее 7 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 и теперь провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стенку 4 изнаночные 1 2 3 4 лицевая петля кромочную провяжу изнаночной третий ряд готов переходим к четвертому ряду как я говорила все четные ряды мы вяжем по рисунку кромочную снимаем над лицевыми вяжем лицевые петли над изнаночными изнаночные переворачиваю вязание и перехожу к вязанию пятого ряда вот такой у нас уже узор вырисовывается и так пятый ряд снимаю кромочную лицевая петля 3 изнаночные петли 1 2 3 провязали 2 вместе лицевой за переднюю стенку 2 вместе лицевой за заднюю стенку провязали накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 2 вместе лицевой за переднюю стенку и 2 вместе лицевой за заднюю стенку у нас вырисовывается 3 лепестка далее 3 изнаночных лицевая петля и кромочную провяжу изнаночной шестой ряд как все четные ряды вяжу по рисунку то есть над лицевыми петлями вяжу лицевые петли над изнаночными вяжу изнаночные накиды буду провязывать изнаночными по рисунку лицевые петли провязали теперь изнаночные накиды провязываем изнаночной петлей кромочную петлю вяжу изнаночной переворачиваю вязание и перехожу к вязанию седьмого ряда этот ряд предпоследний первую петлю снимаю не провязывая это кромочная петля лицевая 2 изнаночных петли провязали далее 3 вместе лицевой за переднюю стенку провязали накид лицевая петля накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид лицевая петля накид и 3 вместе лицевой за заднюю стенку провязали далее 2 изнаночные провязали лицевая и последнюю кромочную провяжу изнаночной и перехожу к вязанию последнего восьмого ряда все четные ряды и мы вяжем по рисунку кромочную снимаем над изнаночными будем вязать изнаночные петли над лицевыми будем вязать лицевые петли накиды будем провязывать изнаночной далее узор буду повторять с 1 по 8 ряд пока длина повязки не достигнет обхвата головы покажу еще ряд 1 то есть как мы начинаем следующий раппорт первую снимаем лицевая 5 изнаночных 2 3 4 5 теперь из трех петель нам надо поднять 9 петель и подняли 9 петель далее 5 изнаночных 1 2 3 3 3 4 5 провязали лицевая петля и последняя кромочная изнаночной все так же как мы делали далее продолжаем я закончила теперь решила сшить задний шов буду прихватывать за полу петли и провязывать соединительные столбики полотно мне приходится немного растягивать потому что там где у нас узор пошире атомки резинка по уже но все прекрасно сшилось соединяю соединительными столбиками вот так это будет смотреться с лицевой стороны вот такая повязка получилось у меня творческого вдохновения и вам до новых рукодельных встреч